Добрый день, друзья! На связи с вами Куликов Сергей, он же Моряк и сайт Фокус.Моряка В этом видео мы будем с вами смотреть обзор очередной колоды Победитель июня Карина Зыкова выиграла колоду Медаленс и согласилась, чтобы я снял на нее обзор Так вот, в этом видео мы посмотрим обзор на эту чудесную колоду Итак, смотрим Ну что ж, друзья, теперь давайте посмотрим на эту не побоюсь этого слова, роскошнейшую колоду Это просто офигительная колода Просто обалденная Колода Медаленс от Теории 11 Должен заметить, что Теория 11 прям вообще очень радует своими картами То есть, если раньше я как-то в одну сторону только смотрел Байсиклы, байсиклы, байсиклы Вот, иногда Би Вот, он начал знакомиться с Теорией 11 Начал знакомиться с ее колодами Я в них просто влюбился Это просто офигительные колоды Ну что же, ладно, хватит признаваться в любви Как известно, моя единственная любовь это море Ну, и несколько колод карт Ладно Значит, что у нас на колодах Медаленс Да, Медаленс, конечно же, это переводится как Медальоны Я думаю, всем понятно То есть, коробочка у нас выполнена в таком темном цвете Но это не черный цвет Это такой, скорее, какой-то коричневый, светло-коричневый Да, и должен заметить, что коробка выполнена из матированной бумаги Мотивированной, хотел сказать Из матированной бумаги То есть, на ощупь она очень отличается от всех коробок, которые были у меня в руках Она на ощупь такая, как будто бы прорезиненная, что ли Очень приятно ее держать И вот так вот прям гладить Приятные такие тактильные ощущения Ну, конечно же Золотистая печать на коробке То есть, золотистое обрамление Печать самого вот этого медальона Как мы помним Я думаю, все знают, что медальоны, как правило, имеют круглую форму Вот здесь, собственно, эта круглая форма изображена Что мы здесь видим? Какие надписи у нас здесь есть? Сверху, значит, надпись у нас Теория 11 Ну, это, видите, классные ребята, да, которые разработали эту колоду Хочу сказать, кстати, что вот эта колода медальон создавалась аж 18 месяцев Это просто сдохнуть можно, сколько создавалась одна колода 18 месяцев Так, ладно Далее, значит, хайд квалити То есть, высшее качество И здесь вот такой маленький кругляшок, где написано премиум финиш То есть, покрытие колоды, да, премиум финиш Это как на монархах И здесь вот в центре циферка такая 909 909 это серия карт 909 И в каждой серии как бы свое качество картона Да, то есть, в басиклах стандартах, например, 808 серия, там свое качество картона 909 серии уже качество картона покруче И 909 серия, это вот именно карты, как правило, которые от Теории 11 штампуются Далее, значит, надпись медальоны Здесь вот, опять же, кругляшочек с надписью казино квалити Качество казино, да И в центре надпись такая Q1 То есть, это самый крутой станок на заводе United States Playing Card Company, да Который печатает карты именно самого высшего качества Вот именно там напечатаны карты медальонс Ну и надпись Modern USA Соответственно, где сделаны в Америке То же самое написано здесь у нас на торце И здесь Produced by Theory 11 Ну, типа, произведено, разработано, да, там, Теория 11 И вот такая вот красота у нас на оборотной стороне Да, кстати, хочу сказать, что посыл этой колоды ключи Ключи в этой колоде будут встречаться часто Например, вот если сейчас мы присмотримся здесь, да То мы видим такие два скрещенных ключа И эти ключи будут попадаться еще не раз Вообще, вот такое вот изображение у нас на рубашке этих карт Ну что же, давайте откроем наш язычок Здесь вот на язычке такая замочная скважина Такая подразумевает, что надо вставить ключ И открыть эту колоду Внутри она такого же темного цвета Давайте мы с вами это ее посмотрим Итак Первым делом, что у нас есть Это, конечно же, как обычно, даблбэк-карта Как обычно, даблбэк-карта И, конечно же, рекламная карта от Теории 11 Далее у нас что идет У нас идут два Джокера и Пиковый Турс Как обычно, начнем с них Хочу сказать, что изображения вот эти Джокеры, тузы Все вот эти рисуночки здесь Особенно на Джокерах, это отчетливо как-то заметно Выполнены в викторианском стиле Дело в том, что в истории Британии Была такая викторианская эпоха Это, по-моему, период правления королевы Виктории Там какой-то, уже не помню Длилась она с 1837 по 1901 года И как раз вот этот викторианский стиль Ну, вот этот вот стиль Появился как раз в эту эпоху Его назвали викторианским То есть, когда прорисовывались Очень классно так изображения Всякие рисунки, узоры Этот стиль перешел в интерьер домов И так далее, и так далее Например, вот это вот изображение Это викторианский стиль Вот этот вот рисуночек Это тоже викторианский стиль Вот этот вот рисунок Тоже самый викторианский стиль И в точно таком же стиле Выполнены как раз Карты Медальенс Дизайн этих карт, кстати, разрабатывал француз Художник, да В Париже он жил И живет, наверное Зовут его Джейси Десерф Вот именно он является как бы Автором вот этого дизайна этих карт Ну что ж Давайте посмотрим сначала На наших двух джокеров Вот таким вот образом они выглядят Опять же, обратите внимание Здесь изображен Такая вот, типа как оливковая ветвь Да, изображены Что здесь, что здесь Изображен щит И на нем два скрещенных ключа По краям у нас идут разнообразные масти То есть вот эти вот ключи Они везде на этих медальонах встречаются Вот такие вот джокеры В этой колоде Далее Туз пик Вот таким образом выполнен туз пик Очень так интересно Много узорчиков Также оливковая ветвь В середине кружочек Со скрещенными ключами И пиковая масть Ну, соответственно, пиковая Конечно, тут же пиковый Надпись медальоны И United States Playing Card Company То есть кто произвел эти карты И опять же посмотрим То, что какая у нас рубашечка На этих картах Обратите внимание, какая красота Выполнена она в золотистых таких цветах С добавлением такого светло-коричневого цвета В общем, получилось очень классно Офигенно просто И опять же, как обычно У нас эти ключи Ключи, ключи, кругом ключи Что ж, давайте посмотрим теперь Сами карты То есть черные масти Выполнены у нас в нормальном черном цвете Индексы классические Изображение карт Вот уже Немножечко другое То есть Если, как мы помним Классические лица Это те лица Которые на стандартах На байсиклах Вот И они встречаются На большинстве карт То в медалинцах Уже другое изображение И это опять же Очень радует То есть, к примеру Смотрите Валет Пик Похож на того вальта Который у нас классический Но все-таки Он немножечко другой Обратите внимание Кстати, он держит ключи Опять же Эти ключи везде Дама Пик Опять же Смотрите Она с ключами стоит Держит ключи Вот, к примеру Видите Какая Дама Пик Здесь Напомню Дама Пик У нас С классической Колодой У нас вот такая Дама То есть Отличия просто Колоссальные Да По расцветке Что хочу добавить Как обычно Конечно Фишка теории 11 То, что Расцветка Не классическая То есть Желтые цвета Заменены на Такой Золотистенький Красные цвета Стали более темными Остался черный цвет Синий Отсутствует Также заменен На черный Вот И конечно Вот это То, что В золотистом цвете Сейчас не знаю Камера передает Нет Но На свете Вот так вот Когда отражается Очень здорово Выглядит То есть Вот такая Вот у нас Дама Пик Вот такой у нас Пиковый король Короли Это кстати Единственные Старшие карты В этой колоде Которые не держат Никаких ключей Да Отличия Опять же По цвету У красных карт То есть Классические Изображения Классические карты Просто обычные Красные В медалинцах Немножечко Затемнены И так И так Смотрим Далее 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 Вот пример Бубновый валет Опять же С ключом Дама Бубновая Также С ключами В руках Короли Без ключей Но зато Держат Какую-то Фишку В которой Отчетливо Просматривается Замочная Скважина Тоже Опять же Подразумевает Ключ Крестовый король Крестовая дама Обратим внимание Опять же С ключами Валет Крестовый Тоже Связку Ключей Держит Вот Такого План У нас Червовый Король Червовая Дама С ключом Червовый Валет Тоже Со Связкой Ну Что-то Связка Без Ключей Ну И Конечно Далее Все Эти Карты По Номиналу Идут Вот Такие Вот У Нас Прикольные Карты Друзья Карты Медалинс Обалденные Мягенькие То есть Все с ними Делается Просто На ура По мягкости Они Они Такие же Как Аристократы Они Такие же Как Монархи То есть Карты Мягкие Прикольные Вот Например Артизаны Тайкуны Они Уже Пожестче Эти Нет Эти Мягкие Прямо Гнутся Отлично Работать С ними Прямо Удовольствие Покрытие Конечно же Премиум Финиш Обеспечивает Классные Вееры Соответственно Классные Ленточки То есть Работать С ними Просто Превосходно Что ж Друзья Конечно же Выбор Ваш Но На вашем месте И такие Карты Я бы себе Обязательно Приобрел Вообще Теория 11 Следует Иметь Какие Нибудь Карты Все Они Хорошие Из тех Обзоров На которые Были Артизаны Монархи Тайкун Медальоны Аристократы Выбор Лишь За дизайном Качество Просто Обалденное Поверьте Отвлекитесь Немного От байсиклов Я вам Рекомендую Взять Что нибудь Из теории 11 И просто Попрактиковать Поиспользовать Их Я вас Уверяю Вы Останетесь Довольны К тому же Стоят Они Недорого Недороже Тех же Байсиклов Дизайнерских Поверьте Мне Карты Хорошие Что Ссылку Конечно же На эти карты Я оставлю В описании Ролику Кто Хочет Купить Медальоны Отличный Выбор Прям Поддерживаю Что ж На связи С вами был Куликов Сергей Он же Моряк И до Встречи В следующих Видео Пока Субтитры 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 Субтитры